Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Немезис, и недавно Люди Икс вновь постучались к нам с помощью Дэдпула 3 и Людей Икс 97. Так что я решил разобрать на отличие классическую трилогию фильмов Людей Икс. В большей мере постараюсь концентрироваться именно на персонажах, так как от самих арок, зачастую которые используются в фильмах, по большей мере взяли только идею и основу. Что давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Фильм у нас открывает не кто иной, как Эрик Лэншер, он же Магнетто, и его история из конца лагеря. Только в комиксах все не так просто. Да, в большинстве адаптаций его делают именно Эриком Лэншером, это его настоящее имя и все к этому привыкли. Только вот это неправда, на самом деле это псевдоним, хоть как и Магнетто, его на самом деле звали Макс Эйзенхард, что большинство адаптаций игнорирует. Правда, фильм это за кое-что нужно похвалить. А именно за то, что хоть в какой-то короткой мере нам показали предысторию Магнета. Да, и раньше нам было известно, что он жертвовал концу лагерей, и что жизнь его сломала таким образом. Из-за чего, к примеру, в одном комиксе, где он случайно на Рик и Эти Прайд, в котором есть еврейские происхождения, он сравнил себя с Гитлером, что был по нему сильный удар. Но сама предыстория событий, как он попал в концу лагеря, была полноценно рассказана только в 2008, в отдельном комиксе об Магнетто. Теперь мы рассказали, что его отец Якоб оттолкнул его во время расстрела и спас тем самым жизнь, пожертвовал собой. Правда, это мы не учитываем как отличие, так как данный комикс вышел уже после фильма, и он не мог на него полагаться. Следующий же момент в фильме и персонаж это у нас Роуг. И в целом, сцена к того, как она впервые применила способности, схожа с тем, как было в комиксах, только немного другие декорации. Но, отличие есть в нескольких деталях. Во-первых, у неё есть двое родителей. В комиксах мать бросила их семью, а её воспитывал отец до того момента, пока у неё не проявились мутантские способности. Также на этом моменте я хочу отметить кое-что интересное. У трилогии фильмов и в принципе всех частей Людей Икс есть, так или иначе, какие-никакие приквы. И есть отдельный приквы, присвященный Роуг. Правда, сейчас он неизвестный или каноничен, так как множество вещей уже противоречит не только фильмам, которые были после и до, а и противоречит фильму, в котором появилась Роуг. Ведь, во-первых, здесь у неё другой дизайн, который отсылает её классическому. А во-вторых, здесь её пробуждение сил происходит через при других обстоятельствах, что, возможно, является черновым вариантом сценария. Но, а если ещё углубляться, то у Роуг есть одна интересная деталь. В трилогии фильмов, а точнее в новолизации, если я не ошибаюсь, ей дали имя Мари Данго. Точнее, Анна Мари. И тут такое дело, что хоть настоящее имя Роуг также было раскрыто более-менее после данных событий, если я не ошибаюсь, но персонаж Мари Данго существует на странице комиксов, и это не Роуг, а девушка, у которой убили семью мутанты, из-за чего она хотела им мстить и делать, так сказать, террористические, так сказать, вывозки против мутантов. Но позже она всё осознала и даже пообщалась с оригинальной Роуг. Дальше я хочу отменить никого иного к сенатора Келли, который не раскрыл всю свою сюжетную роль для фильмов. В комиксах именно его смерть переводила к событиям дней минувшего будущего. Ведь как бы мутанты напали на человека, политика, и именно это стало причиной ужесточения мер против мутантов и такого антиутопического будущего. Ну а в целом, арка сенатора Келли весьма похожа с тем, какая она была в комиксах. То есть он изначально был против мутантов, бил против них всякие действия, как политические, так и прямые нападения. Но в дальнейшем он понимает, что мутанты ничем не хуже людей и встает на их сторону, после чего погибает, только причины смерти разные. Здесь он пропитается чувствами к мутанту, потому что стал одним из них, понял, как люди смотрят на них и почему так происходит. И погибает он именно из-за неправильной мутации, вызванной магнетом. В комиксах же его наоборот, убили противники мутантов, потому что посчитали его предателем. Кстати, опять-таки хочу вернуться к Роук, так как нам показывают, что она сбежала из дома, и по канону все должно быть немного иначе. В оригинальных комиксах Роук приютила Мистик и Дестни, после чего воспитывали ее в дальнейшем и научили пользоваться своими способностями, а она уже вступила в братцы с их мутантов по своей воле. А уже потом переметнулась на сторону хороших ребят. Но здесь у Мистик и Роук нет никаких связей, у них даже диалога по сути нет, если не учитывать то, как она превратилась в Айсман. Также роль Роук крайне странно здесь продемонстрирована. Она вроде бы должна быть полезна для магнетов, и он хочет использовать ее для превращения всех людей в мутантов. Ну, во-первых, никакой такой роли в комиксах у нее не было, как и не существовало вот этого вот аппарата. Он был полностью придуман для фильма. Ну, а сейчас же мы перейдем к одному из главных песок фильмов и одному из самых противоречивых отличий. Хью Джекман идеально вписался в роль Росомахи в плане харизмы и того, как он себя ведет. Но в плане внешности персонаж крайне отходит от своего оригинала. В оригинале Логан крайне низкий персонаж. Да, он, конечно же, не карлик, но и высоким его не назовешь. Где-то метр шестьдесят, если я все правильно помню. И тут заключается одна из шуток, заложенной его создателями. Имя Логан — это отсылка на самую высокую гору в Канаде, если я не ошибаюсь, опять-таки. И именно здесь является подкола, типа ты низкий, но называешься высокой горой. В фильме же, по сути, подкола нет, и это просто имечка, отсылающая на место рождения Логана. Кстати, тут мы переходим к другим членам команды, а именно Циклопу, Джин, Грей и Шторм. По сути, о них я не могу сказать много отличий, так как сами персонажи не сильно развиваются, и мы крайне мало знаем об их предыстории. Если, конечно же, Циклоп и был здесь первым учеником Ксавьера, как и Джин, что в теории совпадает с комиксами, то отсутствие многих других ребят здесь, так сказать, выпадает. Как и, к примеру, возраст. Так как вы заметили, что, к примеру, Роук является в комиксах одногодкой Циклопа, ну плюс-минус пару лет. То здесь не так. Такая же история и с Айсманом, и с другими персонажами. Которым изменили возраст. Хотя, по поводу Роу, я ещё хочу кое-что высказать. Это не тот персонаж, что в комиксах. Я, конечно, хотел это как-то оминуть, но хочу высказать своё мнение. Мне сам персонаж нравится, но он отнюдь не отражает то, каким был персонаж комиксов по характерам. Как предыстория не совпадает, так и то, как она себя ведёт. Так что это большое отличие, которое я не могу не засчитать. Также хочу отменить Шторм, по которой есть только отсылка на её предысторию. В первой части актриса хотела дать ей кенийский акцент, точнее, какой-то африканский. И она это пыталась как-то изобразить. Сказать, что удачно, но всё же. Что является отсылкой на её африканское происхождение в комиксах. Правда, потом это никому не понравилось, и это всё отменили. Также я хочу отменить Сабли Зуба. И, как вы понимаете, он не совпадает с тем классическим образом, к которому мы привыкли. Не по характеру, которого, по сути, у персонажа нет, он просто грубая сила, которая ходит за всеми. Ни по его стычкам с логаном, у которых, по сути, нет никакой мотивации. Хотя тут вот это интересно. В комиксах его называют всё же Виктором Кридом. Так что, по логике, это должен быть тот самый Виктор Крид, что и в фильме про Росомаху. Где того сделали его братом. Что, во-первых, отличается от комиксу, но мы об этом подробнее поговорим уже в разборе фильма Росомахи. А во-вторых, противоречит комиксам, где этого также не обговаривалось, но связь со страйкерами ему всё равно приписали. Что должно было случиться, чтобы вот этот персонаж превратился вот в это, неизвестно. Но сейчас мы перейдём к второй части. Где есть какой-никакой первоисточник, который называется Люди Икс. Бог любит, а люди ненавидят. И оттуда взять скелет сюжета. Со страйкером, который впервые здесь появились, если я не ошибаюсь. С поисками и моральными терзаниями Логана. И с тем, что страйкер хочет использовать Ксавера для убийства всех мутантов. Но тут отличие в детали. И не только в том, что здесь другие составы команд. А и в том, что во-первых, страйкер по комиксу это крайне религиозный персонаж. То он множество раз подтверждает. И он сделал даже целый религиозный культ, который должен был противостоять мутантам в своё время. Но ничего подобного здесь нету. Даже намёка на его религию. Так же, как и отличается история с его сыном. Если здесь имеется кое-какая мотивация для страйкера мстить мутант, потому что его сын заставил матери просверлить дыру в голове, научившись способностями контролировать Аксавера, то в комиксах ничего подобного не было. И страйкер убил своего жену и ребёнка просто потому, что у него начала ехать крыша. Правда, там потом очень сложная история с тем, как это всё развязывалось. Ещё одним отличием я могу назвать никого и нового, как Курта Вагнера. Он же Ночной Змей. По характеру всё отлично. Даже маленькие новые элементы внешности в виде татуировки или же шрамов мне кажутся уместными. Но здесь опять-таки убрали одну деталь. У него, как и у Рога, здесь нет никакой связи с мистик. То есть, если для Рога она хотела приёмная мать, то для Курта она биологическая. И убирать их связь уже как-то было, ну, странно, хотя, по сути, для фильма это и не нужно. Хотя, с учётом того, как закрутили всё дальше в комиксах, давайте не будем об этом. Также есть одна интересная деталь. Актёр, который сыграл Ночного Смей, не захотел играть в третьей части, потому что грим был слишком невыносимым. И понять его можно. Но пришлось объяснять в игре, почему Курта нет в следующих частях. Ведь как бы он отказался от такого образа жизни, как Люди Икс? Ведь он пацифист и не хочет воевать. Также, на отличие, у нас заслужили такие персонажи, как Пиро и Айсман. Пиро стал одноклассником Айсмана, в отличие от канона. А вот Айсман получил интересную историю, которая, по сути, предсказала то, что с ним будет в будущем. Смотрите. Здесь наш Айсман рассказывает своим родителям, что он мутант. И Иэн Маккеллен, он же актёр, сыгравший Магнетто, попросил показать эту сцену как признание в том, как был он гей. Ну, это как бы для него личное. Что бы подобным образом поставили данную сцену. И это забавно потому, что в дальнейших комиксах именно Айсмана сделают геем. И именно на этом будут дальнейшие акценты в его комиксах. Не постоянные, конечно, но будут же. Так что это было маленькое предсказание к будущему. Ну, а также с интересных отличий можно отметить то, что у Айсмана по канону нет никакого брата. А с его воспитывает только отец и тоже с тогим он методами. Также у Айсмана и Роук не было, так сказать, настолько сильной любви, как показано здесь. Конечно, у них был романчик, но не такой. Также хочу отметить Леди Смертельный Удар. Ведь хоть она крайне запоминающийся внешний персонаж, и её битва с Сарасомахой одна из лучших обо мне. Как минимум в первых двух фильмах. Но хочу отметить то, что здесь у персонажа по сути нет характера. Она просто подчиняется и всё. Но в оригинальных комиксах у неё сильная эмоциональная связь слогана. Также хочу отметить момент со смертью Джин. Да, момент с тем, как она приземляется в воду, был в комиксах. И там тоже как бы считают, что та погибла. Но там постоянно всё по-другому. Это была космическая миссия, в которой люди их потерпели крушение. И именно Джин, слившись с Фениксом, помогла им спастись. А сама она пронырнула в воду и воскресла, так сказать, в новом облике. Конечно же, потом история была несколько раз заполнена, но сейчас это основное, что нужно знать. Их вы понимаете, это немного не сосходится с тем, что было показано здесь. Но давайте переходить к следующему фильму. Так как остальные отличия, ну, тут или мелкие, или незначительные, по типу востребства персонажей, которые не сопоставляются в разных вариантах. Ну, а у нас здесь третий фильм. Открывают его сцены с Джин и Ангелом. И тут вот интересный моментик. По всей видимости, здесь сотрудничество Эрика и профессора длилось намного дольше, чем было это в тех же комиксах, где они, ну, так сказать, быстро поссорились и наразбелились по своим территориям, хотя и сохранили кое-какую дружбу и уважение к друг другу. Здесь же они, по видимости, долго работали. Это если не учитывать фильм Первый класс, но да ладно. Ну, а также, Джин Грей не только послакалась только с Савером, а и сделали это в более позднем возрасте, и Келькинеза на тот момент не обладала. У неё была только развита телепатия. Ну, а также стоит отметить то, что, как вы наверняка все знаете, Сила Феникса это никакая, не вторая личность Джен Грей с её психическими проблемами. Это космическая сущность, древняя космоселенная и прочее. Не будем вдаваться сейчас подробностей. Но, то, что сделали здесь, конечно, по сути оправданно, из-за того, что нет космической теломатики, как минимум, в этой трилогии. Но крайне уменьшает габариты самой арки, так как в комиксах там Джин вообще планеты уничтожала и целые расы. Но, здесь же, как вы понимаете, всё ограничиваясь парой десятков мутантов. По поводу же Ангела ничего сказать не могу, так как, более-менее, образ передан весьма точно, хотя и имеет малоэкранного времени. Но, как я и говорил, он входил в классических людей Икс, в отличии от своей вариации здесь. Также, как вы понимаете, Джин не убивала Скотта, которого, по сути, за все фильмы так и раскрыть не удосужились. Также, важную роль в фильме играет никто иной, как зверь. И, по сути, опять-таки, известная проблема данных фильмов, не тот возраст. По канону, он, опять-таки, одногодка от Скотта и Джин. Здесь мы были же к Савьеру. Также, в этом фильме появляется Боливар Траск. И, во-первых, в комиксах он другой расы. Как вы понимаете, белый. Но также, что интересно, и что, по факту, не относится к отличиям, это мы будем уже обсуждать в следующих частях, но я должен это сейчас упомянуть. Боливар Траск и Боливар Траск из Дни Минувшего Будущего как-то уж серьезно отличаются. И если я раньше жалуюсь на то, как из Саблезубова получилось вот это, то меня больше интересует, как из такого Боливара Траска мы получили вот этого. Конечно, в Марвел не впервые менять актеров, но не таким же образом. Ладно, возвращаемся к дальнейшим событиям. Важную роль в фильме играет персонаж Лич. И, чисто технически, его способности переданы точно. Но, к сожалению, именно в комиксах не было подобной арки. А хотя, имеет весьма логическое место быть. Ну, а из главных отличий Лича я бы хотел отметить его внешний вид. Ведь да, у многих персонажей отсутствуют их костюмы. Видите, хотели сделать более как бы реалистичный взгляд на это. Чем они, так сказать, вдохновили в дальнейшем Активу и вселенную, и они дали им подобные костюмы, только с большим функционалом. То, с Личом все сложнее, так как в комиксах он имеет крайне внешнюю мутацию. И, так сказать, перепутать его с множеством других персонажей нельзя. Здесь же это обычный ребенок. Ну, без учета его способностей. Также, хочу отметить Джаггернаута, который появляется во время того, как Монетас вывобождает мутантов. И, ну, во-первых, Джаггернаут здесь не похож на себя с, как бы, продолжением, но это как бы другая временная линия, допустим. И я бы мог, конечно, начать рассказывать о том, что на самом деле Джаггернаут не мутант, силу ему дает магический камень Ситарака, который ожида огромная демоническая сущность. Но данный персонаж основан не на его образе из основной вселенной, а на удивлительном образе из аутимит вселенной, где взят и костюмчик, и то, что он мутант. Правда, по канону он бы еще влюблен в рог, но этого, к счастью, не добавили. Также на стороне магнето у нас есть персонаж Калиста, ну, давайте, скажем так, кроме имени у этого персонажа мало что есть общего. Здесь это персонаж, который может определить, что у вас есть ген Икс и имеет сверхскорость. В оригинальных же комиксах это старый мутант еще из 1950-х годов, приблизительно она одногодкая магнета, и она является лидером Морвоков, кстати, к которым и относится комиксный лич, что здесь не продемонстрировано. Это раса мутантов, которая, точнее, подвид мутантов, которые более уродливые и более, так сказать, нелицеприятные людям, чем обычные, из-за чего они прячутся по канализациям, так сказать, изгои среди изгоев. А их способности у него в комиксах по сути это усиленные физические характеристики, то есть слух, обоняние, сила, ловкость, скорость, ну, из каких-то либо именно способностей у него именно усиленные мутантские тактические способности. И с помощью своей мутации он может предугадывать удары противника наперёд с помощью его, так сказать, анализа. К сожалению же, фильм моевый вариант по сути ничего и не показал. Также из моментов, которые бы хотелось отметить, это у нас Профессор Икс, он же Чарльз Ксавьер и его смерть. Ну, давайте так, только ленивый не обсуждал то, как он воскрес. А именно, он переселил своё сознание в тело своего, брата-близнеца, который всю жизнь в коме с мёртвым мозгом и имеет ровно ту же инвалидность, что и сам Чарльз. И, как всегда, ой, как удобно. Ну, и, наверное, вы сами понимаете, что подобного в комиксах не было. И даже для них это крайне странный и неадекватный ход, потому что это создаёт столько сюжетных дыр и непоняток, что даже думать сложно. но, сестра-близнец была у Чарльза в комиксах. Точнее, должна была быть, но там всё получилось сложнее. Ещё в утробе у неё пробудились силы, и она имела крайне злые планы ещё и с самого рождения. Но Чарльз почуял это ещё в утробе, остановив её, как бы убив. Но в дальнейшем она кое-как переродилась и получила крайне сильные способности, не уступающие Чарльзу. И также она может быть возможным противником Дэдпула в Дэдпоне 3. Кстати, зовут её Кассандра Нова. Только вы понимаете, ничего общего её комиксная история и история с фильма данного брата-близнеца не имеют. Ну, а остальная же часть фильма, ну, как вам сказать, имеет, конечно же, интересные моменты в разных точках. К примеру, Роман Айсмана и Китти Прайд был на странице комиксов, но он появился отнюдь не так. Также Макнута также терял свои силы. Но причинами этого были День М и другие вещи, нежели сыворотки. Ну, а дальнейшие события, так сказать, подопреки, по сути, не имеют. В фоне сюжета и в фоне комиксной. То есть, из всех трёх фильмов только у второго есть какой-никакой первоисточник. И то, от него осталась только идея. Так что, как вы понимаете, сравнивать тут моменты крайне спорное дело. Да, конечно, здесь есть отсылки на разные культовые сцены против того, как Логан убивает Джин Грей. Но, эта отсылка, по сути, перенесена точно, в отличие от всего остального, связанного с Фениксом. Что здесь выступает только как концепт тёмной и злой Джин Грей. Ну, и вроде как, я прошусь по всем отличиям данной трилоги, которая по большей мере заключается в персонажах, а не в сюжетах, которых на странице комиксов, как вы понимаете, не было. Исключением второго фильма. Ну, а на этом на всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, ставьте лайки, лайки, подписку, подписку, вам не сложно, нам приятно соедутся на Тернезис и до новых встреч и мирования вам головой.